Майор Марселен Мое почтение, господин генерал Переведите майора Марселену слово в слово Французский летчик только что сбил капитана Тарасенко Тарасенко сообщил по радио что его атакуют Он не ответил на огонь Он покачал крыльями И развернулся чтобы показать свои звезды Но француз точно слепой Вернулся и дал очередь Эпизод фильма Нормандия Неман режиссера Жанна Древиле В котором французский пилот сбил советского летчика Не выдумка сценаристов Такая трагическая случайность действительно имела место И это подорвало хрупкое доверие между союзниками по антигитлеровской коалиции Восстанавливать его пришлось потом и кровью Однако бывало что подобные ошибки стоили куда больших жертв И таили в себе непредсказуемые политические риски Именно в такую ситуацию в ноябре 1944 года попал Александр Колдунов В будущем главный маршал авиации Дважды герой Советского Союза И один из создателей системы ПВО СССР Все произошло 7 ноября 1944 года Группа из 40 американских самолетов П-38 Лайтнинг Внешне похожих на немецкие Фоке-Вульф-189 Атаковала колонну советских войск На перехват немедленно была поднята восьмерка Под командованием Александра Колдунова Тогда еще капитана Пока разобрались, что это союзники Пять Лайтнингов оказались сбиты Наши летчики тоже понесли потери Два яка сбили американцы Еще один попал под огонь своей же зенитной артиллерии Как раз в этот момент Земли Колдунову передали приказ Принять все меры К предотвращению боестолкновения в воздухе Но как это сделать? Американцы словно ослепли Не реагировали ни на какие сигналы наших летчиков А у тех нервы были уже на пределе Да и как не отвечать, когда в тебя и твоих товарищей стреляют? Тогда Александр Колдунов пошел на отчаянный маневр Рискуя быть сбитым Прорвался к ведущему группы союзников Вскоре Лайтнинги прекратили огонь и ушли Уже на земле наши летчики обступили Александра Колдун, ты что, английский знаешь? Нет, а как же разговаривал с американцами? Да уж нашел способ И способ этот недолго оставался тайной И вскоре о таланте капитана Объясняться без слов Уже ходили легенды Но Александру Колдунову Еще не раз оказалось суждено Принимать решения, которые влияли на судьбу всей нашей страны МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 5 июля 1943 года в районе Курской дуги С массированного налета немецкой авиации Началось одно из самых грандиозных сражений Великой Отечественной войны Его назвали танковой битвой Но по праву эта битва могла считаться и авиационной С обеих сторон в ожесточенных сражениях в небе Участвовало больше трех тысяч самолетов Именно в боях на южном фасе Курской дуги Начал стремительное восхождение к вершинам славы 19-летний летчик-истребитель Александр Колдунов Александр Иванович Колдунов, конечно, выдающийся летчик Который бесспорно с любых точек зрения Входит в десятку первых летчиков советских Его 46 побед на Яках Это выдающийся результат Первые свои победы он держал мальчишкой Ему не было 20 лет Это редчайший случай вообще Александр Колдунов родился на Споленщине 23 сентября 1923 года Ему было 8, когда семья перебралась в Москву В этот момент страна переживала бурный рост авиации Требовалось много пилотов В 1931 году на съезде комсомола Нарком по военным и морским делам Ворошилов Призвал молодежь взять шефство Над растущим воздушным флотом Так родился знаменитый лозунг Комсомолец на самолет Путь от модели к планеру И от планера к самолету Лёту, говорит товарищ Ворошилов, это наиболее верный путь к массовой подготовке лётных кадров. Александру было 15, когда его, активного комсомольца и спортсмена, направили в Риотовский аэроклуб. Однако выяснилось, что он не проходит по возрасту. Тогда Саша подтёр дату рождения и прибавил себе два года. В 1940-м он одновременно закончил школу и аэроклуб. Подал документы в лётную школу, но получил отказ. Мало лет. Александр устроился на завод учеником Токаря. Зимой 1941 года вновь подал документы в военкомат и вновь отказ из-за возраста. Тогда Колдунов написал письмо Ворошилову. И случилось чудо. В виде исключения юношу допустили к экзаменам. В феврале 1941 года Александр стал курсантом Качинской краснознамённой военной авиационной школы имени Мясникова. А через 4 месяца началась война. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра без объявления войны германские регулярные части атаковали наши границы. Как и многие молодые люди, в июне 1941-го Александр Колдунов рвался на фронт. Но добраться до передовой ему оказалось суждено нескоро. Лишь в марте 1943 года Колдунов закончил авиашколу и оказался в запасном авиаполку. Там новоиспечённых лётчиков распределяли по боевым частям, дообучали и отправляли на фронт. Как и герои фильма «В бой идут одни старики», Александру довелось блеснуть перед командиром филигранной техникой пилотирования. В итоге его оставили инструктором. Колдунов, который стремился на фронт, был в отчаянии. Казалось, хуже уже и быть не может, но, увы, он ошибался. В мае 1943 года для переобучения на новые самолёты Як-7Б прибыли пилоты 866-го истребительного авиаполка, который участвовал в боях с лета 1942 года и прославился в битве за Сталинград. Бывалые лётчики высмеивали своего юного, не нюхавшего пороху инструктора. Мальчишка, 19 лет. Представляете, это, в общем, для истребителя, когда уже там такие мужики, остепенившиеся в значительной степени, ну, хотя бы там по 22, 23, 25, а то и за 30 были. Когда дело дошло до откровенного хамства, Колдунов обратился за советом к командиру. Но тот лишь отмахнулся. Сам решай. После очередной стычки в столовой Колдунов предложил двум главным зубоскалам учебный воздушный бой. Посмотреть на дуэль высыпали все, кто был на аэродроме. И каково же было изумление, когда тыловой сопляк одержал победы над обоими соперниками. Словно издеваясь, Александр позволял зайти ему в хвост, а затем каким-то чудесным образом уходил из-под атаки и сам оказывался в ударной позиции. Один из его противников после приземления в сердцах воскликнул. «Такого не может быть! Колдун он, что ли!» Прозвище «Колдун» намертво приклеилось к молодому инструктору. Улетая на фронт, летчики прощались с ним уже вполне дружески. Они и не подозревали, что расстаются ненадолго. Колдунов понял, чаша его терпения переполнилась, и оставаться в тылу больше нет сил. В тот же вечер, захватив небогатые пожитки, Александр сел в полковой транспортный самолет, перевозивший запчасти, и вскоре оказался на прифронтовом аэродроме. Командир авиадивизии, услышав, что парень, летчик от Бога, зачислил младшего лейтенанта в штат. Александр был по-настоящему счастлив. «Думая о стране, о народе защищать, ты для этой предназначен, тебя учат для того, чтобы ты, если надо, защищая, мог погибнуть, это твое предназначение, ты должен действовать. И был же общий подъем народа, поэтому в этом подъеме как не участвовать, учебный что-либо». Во второй половине июля 1943 года Юго-Западный фронт перешел в наступление, чтобы сковать донбасскую группировку противника и не допустить переброски его войск к Курской дуге. В районе переправ через Северский Донец и над населенными пунктами Балаклея, Изюм, Боровенкова развернулись ожесточенные воздушные сражения. Пришла пора вступать в бой и молодежи полка. «Ну что ж, молодежь, завтра в бой. В первом бою для вас главная задача удержаться за ведущим. Можете не сбивать самолеты противника, не стрелять. Удержишься за хвост ведущего, будешь летать. Откроешь варежку, сожрут, чертовой матери пеняй на себя». Колдунов в бою, конечно, забыл все наставления. Мечтал только бы дотянуться до противника. И едва не поплатился за это. Первую победу одержал в третьем боевом вылете. 18 июля 1943 года сбив над северским донцом пикировщик «Юнкерс-87». Однако это стоило 16 пробоин на Яке. В другой раз на взлете Колдунов не увидел, как из облаков вывалились два мистершмитта и сходу открыли огонь по его машине. Двигатель загорелся, пули разбили рацию, осколки которой впились в спину пилота. Несмотря на ранения, Александр сумел, выключив двигатель, спланировать и аккуратно посадить истребитель рядом с аэродромом. «Ему повредило осколками поясницу, и сыновья его говорили, что проблемы эти он имел до конца жизни. Но он буквально пробыл в медсанбате два дня, и самолет его восстановили, и сам он вернулся в строй». Этот случай заставил Колдунова задуматься о том, что одной отваги недостаточно. Надо критически оценивать просчеты, обобщать свой и чужой опыт. Дело в том, что в первую очередь, конечно, дух, желание врага уничтожить. А для этого нужно уметь летать, уметь стрелять, и надо поразить его. И плюс надо идти на огонь. В августе 1943 года «шестерка» Яков, возглавляемая Колдуновым, прикрывала сухопутные войска на правом берегу Днепра. Вдруг в небе появились истребители противника. На максимальной скорости Александр атаковал один из них с задней полусферы и первой же очередью сбил. В это время два самолета противника зажали в клещи его ведомого. Колдунов боевым разворотом зашел в хвост ближайшему Мессеру и сбил его. После этого противник оставил поле боя. Вскоре появилась группа бомбардировщиков. Атаковав их, Александр поджег ведущего, а затем с товарищами разогнал остальных. Он очень успешно стартовал. Он свою первую победу одержал 18 июля 1943 года. И уже буквально за месяц до середины августа одержал 10 личных побед в воздухе, сбив 3,87, это знаменитых немецких пикировщика, раму, очень сложный для сбития самолет, 2 мессера в двух боях по 2 штуки, то есть это 4 мессера. Представляете, это и 2 штурмовика «Хеншель-123». То есть к своему 20-летию он уже имел на своем боевом счету 10 побед. К маю 1944 года 20-летний капитан Колдунов довел свой боевой счет до 15 сбитых вражеских самолетов, вошел в десятку лучших асов 17-й воздушной армии и стал одним из самых молодых командиров эскадрильи. Командование представило его к званию Героя Советского Союза. Указ о награждении вышел в августе того же года. Как летчик-истребитель в годы войны, это, безусловно, входивший в десятку летчиков и истребителей, тем более воевавший на яках, которые, с моей точки зрения, были отнюдь не лучшей машиной. Они уступали бесспорно и Лавочкиной, но были самой массовой машиной. Тем ценнее победа Александра Колдунова. Однажды на его як во время захода на посадку вывалился из облаков мессорохотник. На стороне немецкого летчика были скорость, внезапность, мощь пушек и пулеметов. Однако Александр заметил врага и полупереворотом сумел выйти из-под удара, а затем из положения вниз головой немедленно открыл огонь по немецкому истребителю и поджег его. Это один из главных талантов летчика. Из любого пространственного положения, умение прицелиться, и дать точно, в общем-то, это трудно, так сказать, даже определить какими-то словами. Это чисто данность какая-то, понимаете? Ну, попробуйте, ставить на какое-то кресло имеющее и прицелиться хотя бы с креном в 90 градусов, а тут кверх ногами неожиданно. В другой раз весной 1944 года четверка Яков под командованием Колдунова сопровождала транспортные Ли-2, которые должны были сбросить груз конно-механизированной группе генерала Плиева. Она совершала рейд в глубоком тылу противника. Над линией фронта на наши самолеты бросились в атаку 18 юнкерсов 87, имевших мощное лобовое пушечное вооружение. Бой был трудным. Маневрируя, ведя огонь короткими очередями, нашим истребителям удавалось не подпустить немецкие машины к транспортникам. Однако численный перевес немцев был слишком велик. Один из юнкерсов все-таки сумел подкрасться, и Колдунов, не раздумывая, заслонил своим самолетом Ли-2. Снаряды вырвали огромные куски крыла, но Александр продолжил бой. Позже на земле инженеры и техники только удивлялись. Как можно было драться на истребителе, который в силу повреждений и летать-то не способен? В результате боя были сбиты пять юнкерсов, два из которых на счету Колдунова. Если человек в воздушном бою сбивает один самолет, может, связать случайность. А вот если человек в одном воздушном бою 2-3 самолета, тут уже на случайность не спишет. Неофициальный позывной «Колдун», оставшийся еще со времен службы в запасном авиаполку, знали теперь не только боевые товарищи, но и немецкие пилоты. Однажды Александр, возвращаясь с ведомым после разведки, услышал по рации призыв о помощи с командного пункта дивизии. Четыре мессера блокировали аэродром. Завязался воздушный бой. Колдунов сбил один вражеский самолет, а второй повредил. Остальные поспешно удрали. Пилот поврежденного мессера выпрыгнул с парашютом. На допросе объяснил, почему не пытался улететь. «Если бы не ваш колдун, он вторично уже сбивает меня. От него не уйдешь». Спустя несколько дней в штаб полка пришел колхозник. По-военному отрекомендовался. Герасим Богаченко, колхозник артели 20 лет октября. Гость рассказал, что наблюдал этот воздушный бой и хотел бы посмотреть на летчиков, которые так мастерски уничтожили два немецких самолета. Ему представили капитана Колдунова, который как раз в начале августа 44-го стал героем Советского Союза. Увидев совсем молодого парня с золотой звездой на выгоревшей гимнастерке, Богаченко в восхищении крякнул «Эх, хорошо воюешь! Хотел личные сбережения на подарок отважному летчику потратить. Теперь знаю, кому достанется». Осенью того же года новенький Як-3 с надписью от колхозника Богаченко был вручен Колдунову. На нем Александр долетел до конца войны, сбив еще два десятка вражеских машин. Гитлеровские полчища были изрядно потрепаны, но все еще опасны. А мастерство Колдунова все больше и больше востребовано. В конце 1944 года войска 2-го и 3-го украинских фронтов начали операцию по разгрому Будапештской группировки немецко-венгерских войск. В тот момент на других направлениях было затишье, и Гитлер принимает поспешные, но имевшие далеко идущие последствия решения, когда под Будапешт сгоняется огромная масса германской бронетехники. Туда отправляется значительная часть, не все, разумеется, но весьма значительная часть немецких подвижных соединений. В декабре 1944-го советские войска сумели полностью окружить Будапешт, однако противник не оставлял надежд отстоять город. Немецкое командование Люфтваффе и венгерские ВВС были полностью перенацелены на помощь окруженной группировке. С советской стороны для борьбы с авиацией противника была создана специальная группа расчистки воздуха из шести асов 866-го авиаполка, которую возглавил капитан Колдунов. За три месяца боев эта шестерка сбила 35 самолетов противника. Из них 15 уничтожил Александр Колдунов. При этом, благодаря грамотным и продуманным действиям командира, ни один летчик из группы не был сбит. Это, конечно, данность, которая у выдающихся истребителей присутствовала. И, конечно, прежде всего, сдержанность. То есть они не были взрывными людьми, может быть, и были кто-то, но они, конечно, долго не могли протянуть. Одно из своих самых выдающихся побед Колдунов одержал уже в конце войны, в Австрии, 11 апреля 1945 года. Восьмерка Як-3, ведомая Александром Колдуновым, поднялась в воздух, чтобы прикрыть сражавшиеся части. В последнее время немецкие пилоты стали подлетать к целям на малой высоте. Попробуй разглядеть темные силуэты на фоне поверхности. Однако Колдунов был на чеку. С высоты 2000 метров он заметил 12 немецких фокеров, фокевульф 190. Они буквально крались над землей, готовясь обрушить на головы наших бойцов бомбы и ливень огня. Но тут Колдунов стремительным ударом с высоты сбил один из фокеров. На огромной скорости Як вышел из атаки и устремился вверх. И вдруг над ним появился другой фокер. Колдунов чуть-чуть повернул самолет, и контуры вражеской машины вписались в перекрестье прицела. Короткая очередь снизу в упор, и второй фашист факелом рухнул на землю. То есть в одной атаке Колдунов сбил сразу два вражеских самолета. Случай уникальный. Это как поразить двух вражеских солдат одной пулей. Выдающемуся Асу не довелось исполнить свою мечту – пролететь над поверженным Берлином. Известие о капитуляции Германии застало его в австрийской столице Вене. За время Великой Отечественной войны Колдунов совершил более 400 боевых вылетов. Сбил 46 самолетов, в 96 боях воздушных он участвовал. Ну, вот это его такой послужной список. По итогам войны Александр Колдунов вошел в десятку лучших советских Асов. Хотя воевать начал значительно позже других. Кроме того, он стал лучшим летчиком, воевавшим на Яках. Несмотря на такой выдающийся результат, вторую золотую звезду до конца войны знаменитый Ас так и не получил. Справедливость восторжествовала лишь в канун 30-летия Красной Армии. 23 февраля 1948 года Александр Колдунов стал дважды героем Советского Союза. В 1952 году Александр Колдунов после окончания Военно-Воздушной Академии был направлен в войска противовоздушной обороны страны. Это был самый молодой вид вооруженных сил. Его создание было ответом на вызовы новой эпохи. После завершения Второй мировой войны Соединенные Штаты Америки не отказались от планов эскалации боевых действий. В целом и более того, амбиции их, как первой имперской такой страны, они, в общем-то, резко возрастают. И Соединенные Штаты Америки начинают разрабатывать планы атомных бомбардировок территории Советского Союза. Первые планы появляются в 1948 году. Наиболее известен план «Дропшот» в 1949 год, в соответствии с которым в 1957 году, 1 января, должна была быть произведена бомбардировка почти 200 крупнейших городов Советского Союза с помощью ядерного оружия и обычных бомб. В войсках ПВО Александр Колдунов прошел путь от командира полка до главнокомандующего, в должность которого он вступил 4 июля 1978 года. Годом раньше ему было присвоено звание маршала авиации. К тому времени войска ПВО превратились в мощный современный вид вооруженных сил. Войска противовоздушной обороны, они первоначально состояли из трех родов войск. Это средства обнаружения радиотехнические войска и огневые средства, это зенитно-ракетные войска и истребительная авиация. Но в последующем, причем это уже в начале 60-х годов происходит, к ним подтягивается система предупреждения о ракетном нападении, система контроля космического пространства, противоракетной и противокосмической обороны. Они, по сути, позволили к концу 70-х годов войскам ПВО трансформироваться в войска воздушно-космической обороны. Колдунов внес огромный вклад в развитие и оснащение войск современной техникой. В частности, в создание легендарного и до сих пор непревзойденного МиГ-31. По сути, это даже не самолет, а всепогодный авиационный комплекс перехвата от предельно малых высот до ближнего космоса. Группа из четырех самолетов МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 километров. Конечно, ПВО в то время набрало исключительную силу, и он очень много сделал для вооружения ПВО именно истребительный МиГ-31. И получил за это Ленинскую премию. Он лауреат Ленинской премии, что большая редкость. 31 октября 1984 года Александру Колдунову было присвоено воинское звание главный маршал авиации. Это стало признанием его как крупного военачальника и военно-политического деятеля. Решительный был человек, строгий. Прежде всего, конечно, он такой был человек суровый и настоящий командующий. Главный маршал авиации – это, в общем-то, звание, которое носили очень немногие. В 1985 году Колдунов санкционировал проведение уникальной операции демонстрации силы. В то время на дальневосточных границах настоящим бичом наших ПВО стали высотные американские разведчики СР-71. Они базировались на японских островах и регулярно нарушали советское воздушное пространство. По приказу главнокомандующего на Сахалин ночью в режиме радиомолчания перелетела четверка МиГ-31. Они совершили несколько полетов как на малых, так и предельных, свыше 20 тысяч метров, высотах со скоростью 2500 километров в час. Летчики выполняли условный перехват целей вдоль берегов Японии, причем по указанию Колдунова переговоры вели открытым текстом. Нетрудно представить нервозность и даже панику, охватившую экипажи американских самолетов и наземных служб. Провокации надолго прекратились. Однако в целом обстановка была далека от спокойной. Служба была очень сложная, да, и ответственности было много. Текущая обстановка, угроза нарушения госграницы. Мы в день поднимали столько, сколько сейчас, наверное, за две или за три недели поднимали. Добавляло беспокойство главкому и обстановка внутри страны. В 1976 году началась реформа ПВО. Высшее советское военно-политическое руководство пребывало в уверенности, что средства воздушного нападения уже не являются главной угрозой. Их место заняли ракетно-космические системы. А потому с защитой воздушного пространства от самолетов-разведчиков и случайных нарушителей вполне справятся командующие округами. В результате реформы управление лучшей и наиболее боеспособной части войск противовоздушной обороны оказалось распылено. Войска ПВО разодрали на части. Все, что находилось в пограничных округах, передали в сухопутные войска. А для сухопутчиков войска ПВО был довесок. Боевая подготовка упала резко. Состояние техники было аховое. В общем-то, уровень готовности дежурных сил тоже оставлял желать лучшего. А Колдунов проводил линию, что это неправильно, что это ошибочно сделано. Безусловно, врагов крупных он на этом деле себе нажил, я так думаю. Да и разговоры всякие были, но он ничего этого не показывал. Он очень как-то внутри себя, видно, переносил это все. Колдунов вместе с другими военачальниками все же удалось привлечь внимание руководства страны к проблеме. В 1982 году была назначена специальная комиссия ЦК, которая в 1984 признала решение о реформировании ПВО неправильным и поспешным. Колдунов энергично принялся восстанавливать единую централизованную систему противовоздушной обороны страны. Однако в 1985 году к власти пришел Михаил Горбачев, взявший курс на сближение с Западом путем политических и военных уступок. Горбачев ведь готовил документы о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В соответствии с этим договором Советский Союз должен был уничтожить на тысячу ракет больше, чем американцы. Этого не произошло бы, если бы министром обороны оставался маршал Соколов, главнокомандующим войсками противовоздушной обороны маршал Колдунов и многие другие прославленные военачальники. Поэтому Западу нужна была провокация, которая бы позволила Горбачеву расправиться со всеми неугодными. И такая провокация не заставила себя ждать. 28 мая 1987 года в 18.10 главный маршал авиации Александр Колдунов, заслушав очередной доклад дежурного генерала, в котором не было ничего срочного или необычного, отправился домой. Через полтора часа ему позвонили из Министерства обороны и сообщили, что на Васильевском спуске Москвы приземлился самолет Сесна-172, пилотируемый гражданином ФРГ Матиасом Рустом. Колдунов немедленно выехал в Кремль. Первое же ознакомление с материалами по инциденту повергло главнокомандующего ПВО в шок. Весь полет Руста указывал на тщательное планирование. Нарушители обнаружили в первые же минуты, но он пересек границу в коридоре, отведенном для пролета гражданских судов, и на этом основании ему был присвоен статус не нарушителя границы, а нарушителя правил полета. Колдунов счел такое решение преступной халатностью или даже предательством. Затем большую часть времени Руст шел на высоте 600 метров, то есть ниже границы радиолокационного поля. Кроме того, с земли ему активно помогали создавать помехи радиолокационному обнаружению. Запускались воздушные шары в районах полета Руста в местах дач Аташата Натовского. А воздушные шары металлизированные, они создавали иллюзию присутствия вертолетов или каких-то других целей на территории нашей страны. То есть полет Руста обеспечивался максимально возможно. Были многочисленные факты действий стран Запада в других местах. Массированные нарушения нашей границы, чтобы отвлечь командные пункты оперативного дежурного от того, что происходит в районе Ленинграда. Однако без предательства на самом высоком уровне подобная провокация была бы невозможна. Так, прямо перед входом в зону ПВО Москвы была отключена автоматизированная система управления. При этом система до этого находилась на профилактике, прошла регламентные работы. Повторных регламентов не требовалось. И приехали какие-то непонятные люди, потребовали выключения системы и добились этого. Как ни странно, но инцидент с Рустом подтвердил высокую эффективность системы советской ПВО. Несмотря на все ухищрения, самолет был обнаружен нашими радиолокационными станциями. Шесть ракетных дивизионов были в готовности уничтожить цель. Нарушителя наблюдали летчики, поднятые для опознания цели. Однако приказа сбить так и не поступило. Такой приказ мог отдать главком Колдунов, однако его просто не информировали. Главный маршал авиации Колдунов не сомневался. Эта провокация направлена на устранение всей военной верхушки СССР. И он попытался принять удар на себя. На следующий день Колдунов отправился к Горбачеву с заявлением об отставке. Он тут же взял на себя ответственность, как человек, фронтовик, как человек, привыкший отвечать за свои действия, за своих подчиненных. Однако генсек отказался принять главного маршала авиации, заявив, что разбираться будут на экстренном заседании Политбюро. Никто не ожидал, что будет такая далеко идущая провокация. И с таким Горбачев за нее просто уцепился, поскольку у него было желание постоянно оторваться от военных, от требований ВПК. Репрессии коснулись почти 200 маршалов, генералов и старших офицеров. Несколько человек даже были осуждены трибуналом. Такого масштаба репрессий не было с 1937 года. Это также указывает на то, что это была спланированная акция по чистке людей, недовольных политикой Горбачева. Колдунов тяжело переживал отстранение. Ему устроили настоящую травлю в прессе. От него отвернулись многие близкие друзья и не менее близкие соратники. На заседаниях Центрального комитета партии, из которого прославленного военачальника исключить не решились, с ним старались не садиться рядом. Чувствовалось, чувствовалось сильно. Те, которые всегда себя старались сделать особо привлеженными к человеку, начальнику, да, а потом они первые отскочили. Но Александр Колдунов был настоящим бойцом. Не опускал руки. По мере сил работал в группе инспекторов Министерства обороны. Постоянно вступал в споры с руководителями страны, пытаясь спасти армию и авиацию от развала. Однако его не слышали. На этом фоне у Колдунова резко ухудшилось здоровье. Я поехал к нему, а это уже было перед его как бы завершением жизни. И вот мы с ним сидели, выпивали. Он на судьбу не жаловался, ничего. Просто за жизнь говорили и все. Спрашивал, как у тебя, что к чему. Он меня поддерживал, наверное, все с лужем как-то вот. Да, пошло. 7 июня 1992 года главный маршал авиации Александр Колдунов скончался. Похороны были стандартными для военачальников его ранга, однако никто из тогдашних руководителей на них не пришел. Впрочем, память о бесстрашном летчике и неудобном военачальнике жива до сих пор. Его именем названы улицы в подмосковных городах Балашиха и Электроугли. Бюст Колдунова установлен на его родине в поселке Монастырщина Смоленской области. Незадолго до смерти к Колдунову приехал корреспондент одного из военных изданий. Поинтересовался, как же Колдунов в 1944-м остановил союзников, американцев, бомбивших наши войска. Колдунов улыбнулся. На летном языке соединил ладони в рукопожатии над головой, типа мы друзья, потом постучал по обу, мол, ты не прав, а потом скрестил руки на груди. Хочешь жить? Уходи. А для пущего понимания дал очередь из пушек над кабиной. Вот и все. А если бы американец не понял, Колдунов, не задумываясь, жестко ответил, сбил бы мне свои дороже. Журналист спросил и про историю с Матиасом Рустом. А если бы Колдунову все-таки доложили, что неопознанная цель подлетает к столице? Видно было, что тема неприятна главному маршалу авиации. Однако, вздохнув, он ответил, нас бы все равно убрали со своих постов. Или за то, что сбили гражданский самолет, или за то, что не сбили нарушителя. И все же я отдал бы приказ сбить цель. Разве могло быть иначе? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok